Вот. У меня будет рассказ, выступление о конституционной системе понятий или конструкционной, как ее вот Никифоров перевел. И, в общем-то, я тут большой беды не вижу, хотя, может быть, где-то здесь тоже с оттенками смысла можно было бы поспорить. У Карнапа в одной ранней его работе. И я бы хотел ее рассмотреть как некий вариант, некий проект формальной антологии. Хотя я сам осознаю, что это довольно нечестный прием, но у меня все-таки возникли причины этот прием использовать. То есть тогда, когда мы с вами рассматриваем эту ситуацию, интерпретируя проект Рудольфа Карнапа вот с каких-то современных позиций. Объясню немножко причину, почему я считаю этот разговор возможным. Меня интересуют аспекты развития логического знания, ну, среди всего прочего, и схему, которую я вам предложу, она тоже не безупречна, на мой взгляд, но тем не менее. Вот без всяких жестких границ, конечно, да, бывают иногда очень смешанные варианты, но можно разделить акценты внешние, экстралогические, тогда, когда к логике есть какой-то запрос, да, какая-то востребованность очевидная. Есть внутренние ресурсы интрологические, вот неклассические логики очень ярко демонстрируют, вот за счет этого возникает вот эта вот пролиферация, неограниченное количество логических систем, когда просто сама возможность построить какую-то оригинальную семантику, она воспринимается как ценность, и я тоже воспринимаю это как определенного рода ценность, и логическая система строится, вовсе не задавая вопрос, зачем мы это делали. Ну и металогические, которые я стыдливо обойду молчанием, поскольку они наиболее в этом отношении сложные, требуют отдельного разговора, и в каком смысле они присутствуют везде, то есть этот акцент или уровень теоретического осмысления, уровень рефлексии внутри самой теории, он очень высок, и в логике есть свои особенности. Для всех остальных очень часто именно логический способ взгляда на теорию является металогическим подходом, для логики здесь возникает некая интрига. Я сейчас буду рассматривать только экстралогические характеристики, внешние, и тоже очень грубо, но тем не менее, мне кажется, это имеет смысл обсудить, возникает очевидных четыре полиса, они неравновесные. То есть, с одной стороны, практика аргументации очевидна, востребована, логика была для нее и рождалась-то она, если говорить о Аристотеле, именно вот в этом контексте. Но исторически первым можно считать даже не его, а вопрошение, которое к логике направляло научное знание в целом, или так условно назвать эту область методологии научного знания. Где-то родилось это еще в пифагиеризме, потом, ну, я тоже повнимательней рассмотрю. Конечно, между ними большой пропасти нет. Вопрос о том, что такое доказательство, он имеет и те, и другие аспекты. В 20 веке за счет информатизации, ой, господи, математизации логики возникло приложение к информационным технологиям. Это очень мощный современный аспект запроса по отношению к логике. Ну, и я вот иногда сомневаюсь, иногда все-таки ставлю отдельно, пока когнитивные исследования нарождающие, ну, раз это очень современно и актуально, то всегда есть повод поговорить об этом отдельно. Будут ли они включены дальше там в информационные технологии или все-таки приобретут самостоятельность, мне кажется, второе более вероятно. Иногда логику отождествляют вообще с ее интересом или интересом к ней со стороны практики аргументации. Понятно, почему это и исторически так складывалось, это и в рамках образовательных практик так сложилось, но, в принципе, наверное, это порочная практика. То есть не стоит отождествлять логику вообще с аргументационной практикой, это и по предмету различные вещи, ну, а приложение логики к анализу аргументации, они вообще весьма интересны. К современностям, к нынешнему времени накопилось огромное количество других областей, которые могли бы быть интересны. Ну, постараюсь их так вот слегка перечислить. Точнее, нет, не перечислите, я сейчас обращу внимание только на две. Это информационные технологии и методологии научного знания. И мой-то предмет интерес будет, вот эта вот конструкционная система, это как раз область, которая на перепуте между методологией научного знания и информационными технологиями, как мне кажется, по крайней мере. В рамках информационных технологий разговор может быть очень долгий, мы просто-напросто не справимся. Вот есть у меня слайд, где тоже без всякой претензии на полноту перечислены те области, где очевидно влияние развития математической логики, при том, что вопрос, казалось бы, с одной стороны, издалека он очень очевиден, математическая логика одна из родителей информационных технологий, с другой стороны, разбираться в нем довольно сложно, и насколько я понимаю, качественный такой вот обобщенный вариант этого анализа никто еще и не произвел толком. Но меня будут интересовать только те области, которые связаны с формальной антологией вот в информационно-технологическом понимании, не только в философском понимании. Когда мы рассматриваем методологию научного знания, то здесь есть некая такая очевидная тоже поступь, опять же, не без претензий на полноту. Но начинать надо с пифагорейцев, которые действительно ставили вопрос о том, что такое, допустим, доказательство, да, и какие виды доказательства, и какова сила доказательства. Безусловно, надо упомянуть и начало геометрии Эвклида, и сама внутренняя постановка вопроса о доказательстве, и влияние начал геометрии вообще на дальнейшее осмысление этой проблематики. Ну, здесь я должен сказать еще раз о том, что границ между аргументационной практикой и методологией науки таких жестких нет. И, конечно, когда мы вспоминаем Аристотеля, то он свою науку называл доказывающей наукой его доказательств. Следующий за Эвклидом я Бальцана назову, у которого тоже интенции соответствующего характера были в наукоучении. Безусловно, программа Гильберта – это уже тяжелая артиллерия и современность, тогда, когда математическая логика встала на ноги. Один из вариантов, который нельзя не упомянуть, это проект Николы Бурбаки Магоголового. Вот Тарский «Введение в логику и методологию дедуктивных наук». Правда, я здесь делаю такое замечание, что очень часто критикуют этот подход, ссылаются именно на эту работу Альфреда Тарского. В принципе, это такой учебник, очень, в общем-то, как бы, ну, ну, не то, что бесхитростный, но очевидный учебник, какой такой текст. И упомяну, хотя здесь сложно мне, я, как бы, не сведущий, не так хорошо знаю, это проект гематопической теории типов, который так или иначе тоже претендует, иногда их так и дразнят, или, так скажем, называют новые Бурбаки, новый проект аналогичного характера, построить все тело математики на некоторых новых основаниях. Ну, может быть, там есть какие-то оттенки и внутренние намерения коллектива, они несколько отличаются, но с этим надо разбираться. И вот в эту прияду я постараюсь встроить и Карна, с его книгой, которая вышла в 28-м году, хотя начал он ее вообще, в принципе, в 22-м, насколько я понимаю, там первый вариант куда-то исчез, потом он заново его написал, ну, такая тоже сложная человеческая история. И уже вот во взаимодействии с Венским кружком, когда он был приглашен, вот книга была завершена и выпущена в 28-м году. Логическое построение мира. Мне вот очень понравилось замечание коллеги Омского, я лично не знаком, к сожалению, у Нехаева, в его небольшой, но, в общем, очень толковой статье Рудольф Карнатова «Вавиловские башни мира логики» было сказано, что эта работа Рудольфа Карнатова вполне может рассматриваться в качестве рецепиента работы Бертрана Рассела «Наше знание внешнего мира как область применения научного метода философии». И в то же время сама работа Карната является неким донором для книги Нельсена Гудмана «Структура явления». Ну, я вот с этим соглашусь прежде всего, правда, еще тоже добавлю такие у меня ассоциации. У Гудмана есть известная работа «Способы создания миров». Вот она не является рецепиентом по отношению к работе Карнапа, в данном случае уж точно этой работой она не является. Но понятно, что какая-то ассоциация по формированию названия книги, она, конечно, присутствует. Вот, буду говорить только о Карнапе и об этом тексте. Там самым ключевым и самым интересующим нас будет тот момент, который связан с введением в рассмотрение некой конструкционной или конституционной системы понятий. Карнап так и пишет, цель настоящего исследования заключается в построении логики гносеологической системы, предметов и понятий, или понятий конструкционной системы. Я беру тот фрагмент, который известен по переводу Никифорова, хотя немецкоязычный текст легко ищется, и он в доступе, но требует больших усилий, безусловно, что представляет для меня интересы, в общем, часть следующей работы. Предмет у него употребляется в самом широком смысле, и после выступления наших замечательной Ольги и Виктории я даже не буду перечислять, пытаться предмет в этом отношении, хотя в этом есть проблема, конечно, когда говорят о том, что предмет понимается как можно шире. Здесь возникают те вопросы, о которых предыдущие докладчики говорили, что мы все-таки имеем в виду под предметность. Это очень интересная тема, безусловно. В отличие от других систем понятий, конструкционная система, я опять цитирую Карнапа, не только подразделяет понятия на различные виды и исследует особенности этих видов и многообразной связи между ними. То есть он отмежевывается от стратифицированной такой антологии субстанциальной, которая восходит к Аристотелю, например. В этой системе понятия должны шаг за шагом выводиться из определенных исходных понятий, конструироваться таким образом, чтобы в итоге получилось разветвленное дерево понятий, в котором каждое понятие занимает свое определенное место. Ну, здесь, наверное, последователи Гегеля должны понравиться, им это должно понравиться, порадоваться. Здесь действительно возникает что-то такое, что мы можем назвать в терминологии снятия. То есть, с одной стороны, явно наследие того, что мы связываем с древом Порфирия, и стратификация уровней определенного рода, но и отмежевывание от них, потому что его интересует некая процедурность такая, которая позволяла бы конструировать одни понятия из других. Но еще здесь есть особенность, которая тоже требует осмысления, но здесь я задевать этого не буду, отождествление предметов и понятий. Оно не безупречное, то есть здесь можно много очень вопросов задать. Но я склонен в большей степени думать о том, что Карнап имел в виду предметы. Так, двинемся дальше. Утверждение о том, что такое выведение всех понятий из небольшого числа исходных понятий, возможно, отличает ее от всех других предметных теорий. Вот этот уровень осознания мне очень нравится, как бы тоже рефлексия очень высокая, что самым главным для него является вопрос о процедуре выведения понятий из небольшого числа исходных. Предмет или понятие считается сводимым к одному или нескольким другим предметам, если все высказывания об этом предмете можно преобразовать в высказывания о других предметах. Но попытка дать определение, она здесь как бы проблему не решает, но все равно немножко уточняет. Во-первых, единственное свойство, которое он дает вот этому выведению, это явно не логическое исследование, это транзитивность. То есть мы из-за этого вот эту очевидную иерархичность получаем. Но что такое выведение, он, по крайней мере, в начальной части работы не определяет, а предлагает рассмотреть на примеры, из которых будет ясно. Пример-то приводит, по сути дела, один подробно, а на остальные он только намекает, либо ссылается на какие-то обсуждения вокруг этого примера. Он говорит о том, что, допустим, стоит задача свести высказывания о дробях к высказываниям о натуральных числах. Ну, очень известная и шкалярская такая вещь, в принципе, он предлагает конкретный пример 3 седьмых больше, чем 2 пятых, свести к следующему высказыванию, с которым в рамках школьной арифметики мы бы согласились. То есть для всяких двух чисел x и y, если 7x равно 5y, то тогда 3x будет больше, чем 2y. И, по сути дела, информация, которая вот в этом высказывании содержится, она точно такая же, что и информация в высказывании выше. С этим трудно согласиться. Но он здесь усматривает, что мы теперь вместо дробей подставили натуральные числа, целые положительные, и таким образом спустили на какой-то более базовый уровень. И у меня здесь есть некоторые сомнения, потому что, с одной стороны, конечно, можно считать, что 3 седьмых и 2 пятых – это совершенно автономные объекты, самостоятельные. Такой ракурс рассмотрения вполне возможен. И тогда мы это заменяем на выражения с константами. Ну, а то выражение, которое у нас внизу, преобразовывается, соответственно, образом, вот в такую более развернутую, подробную запись. То есть здесь у нас рассматривается два разных отношения. Отношение эквивалентности, отношение быть больше. И вот импликативная зависимость от того, что если два объекта, которые являются результатом некой функциональных соотношений константы и переменной, находятся в отношении равенства, то два объекта, которые могут быть выражены функциональной характеристикой других констант с теми же переменными, будет находиться в неком отношении R больше. Ну и сразу заметно, что с одной стороны, конечно, да, то есть мы одни константы выразили через другие константы. Наверное, этот элемент есть, хотя я сейчас и это распределиваю. С другой стороны, он совершенно не упоминает, что здесь еще фигурирует некая важнейшая функция, она же четыре раза встречается, это умножение. И, по сути дела, вот я, к сожалению, забыл слайд заготовить по этому поводу, я только сейчас тоже это осознал. По сути дела, что было сделано? Ведь вместо А и Б, которые у меня записаны здесь наверху, и у Карнапа тоже записаны наверху в виде чисел, правда, вместо двух этих констант я тоже могу поставить некий терм, который выражает функциональную зависимость. А именно, правда, другая функциональная зависимость, не умножение, а в каком-то смысле обратная ей, да, там назовем ее H или G, как угодно. И там как раз будут вместо А и Б, значит, в одном случае, значит, вот эта самая функция H с соотношением констант, ну, насколько я понимаю, если не ошибаюсь, С3 и С1, а на месте B будет стоять H с соотношением констант с С4 и С2. То есть, таким образом, мы, в принципе, деление вывезли через умножение. Так мы свели объекты под названием дроби к объектам под названием натуральные числа, или мы свели некую одну функциональную зависимость к другой функциональной зависимости. Конечно, это можно воспринимать как некую схему для определения, и, в общем-то, Корнав прав, что такого рода редукции, ну, или, по крайней мере, последовательные шаги, они обеспечены. Но надо обязательно здесь аккуратненько просматривать, что все-таки к чему сводится. И поэтому пример, мне кажется, не очень удачным у него, и к нему я больше придираться не буду. Он не является плохим, несправедливым, он просто ничего не объясняет, он слишком прост в этом отношении. И в то же время я общую идею, вот такую редукционную, о том, что мы можем свести манипуляции с одними объектами к манипуляциям с другим объектами, которые могут рассматриваться в каком-то смысле как более базовые, мне кажется, она приемлемой и интересной. Ну и потом это, очевидно, присутствует в разных других подходах. Вот, значит, под конструкционной системой мы понимаем такое иерархическое упорядочение предметов, в котором предметы каждого уровня конституируются или конструируются из предметов ниже лежащих уровней. Благодаря транзитивности отношения сводимости оказывается, что все предметы конструкционной системы в конечном итоге конструируются из предметов самого первого уровня. Это исходные предметы, они образуют базы всей системы. Ну и он там дальше по тексту видно предлагает, что для него есть вот две базовые такие категории. Это базовые элементы и базовые отношения. Их количество и прочее зависит от, в общем, содержательных характеристик той предметной области, с которой он работает. Ну вот они должны быть. И тоже я не буду затрагивать и критиковать то, что базовые элементы он рассматривает как восприятие. Мне кажется, это вот дань того самого империзма, не без интересного самого по себе. Даня может быть интересом, которые были очень характерны для Шлика. Вот в те времена понятно, что вот когда базовые элементы являются восприятиями, для меня, ну не понятно, а вот для меня, мне так кажется, что это один из частных случаев, который, в общем-то, может быть интересом для рассмотрения, но может и не быть. Я другой акцент здесь выбираю, а именно вот эту вирусную структурную версию построения, которая не сводится к отношению следования, например. Вот что-нибудь там, либо какие-то каскады дефиниций, либо даже какие-то функциональные, манипуляционные характеристики с предметами. Что можно усмотреть? Я слово «усмотреть» предусмотрительно поставил в кавычки, потому что я понимаю, что здесь можно усматривать, а можно и критиковать это усмотрение, безусловно. Но мне кажется, вот три аспекта интересных, и третий будет касаться как раз формальных антологий. Первое. Вот в отличие от Витгенштейна, а некая конфронтация при всей благотственности и нрава самого Рудольфа Карнапа, но Витгенштейна и его резкости хватало на двоих в этом отношении, между ними была какая-то такая заочная конфронтация в этом отношении. Несколько свидетельств тому мы находим, что у Витгенштейна мы так вот знаем, что те, кто строил свою научную карьеру в определенные годы на критике позитивизма и венского кружка в целом, чаще всего поднимали тему, как сильно были увлечены они Витгенштейном. Были ли они так настолько сильно увлечены Витгенштейном, под большим вопросом. Этот текст был важен для части из них, он был инициирован фигурантами, и вот в Айсберге мы еще небольшим количеством. Конечно, обсуждения были, безусловно. Но вот сами исследования и вот некое такое доминирование Рудольфа Карнапа мы тоже можем найти. И иногда даже, хотя здесь нет у меня никаких подтверждений и прочее, иногда даже трактуют так, что нежелание Витгенштейна и быстрое нахождение поводов рассориться и хлопнуть дверью в попытках двух, по меньшей мере, взаимоотношений с венским кружком у Витгенштейна заканчивались вот именно так резко, потому что, в принципе, какая-то ревность специфическая была. Было так или нет, но мне интересно то, что вот в отличие от Витгенштейновской знаменитой сентенции по поводу того, что мир есть совокупность фактов, а не вещей, Карнап явно предполагает наличие предметов, стратификацию между этими классами предметов, а значит, разные типы и высказываний, и, возможно, он про это не говорит, но мы с вами, зная развитие современной там семантики, можем говорить о том, что и способы так приписывания значений, так высказывания по предметах разного уровня тоже могут существенно отличаться, и строить систему можно гораздо более сложно. Я ссылаюсь вот, ну просто я помню разговоры, которые у нас были здесь на нашем аналитиконе, и соответствующая статья в сборнике известий Уральского университета у Юлии Горбатовой. Важно не только то, что уровни антологии можно выделить несколько, и на каждом может быть задано свое понятие существования, важно также и то, каким образом эти уровни связаны между собой. Очевидно, не всякое произвольное сочленение приведет к созданию корректно структурированной антологии. Корнап хотя бы поднимает этот вопрос о том, что должны быть определенного рода взаимосвязи между вот этими стратами и уровнями в широкой предметной области, которая разделяет на вот какие-то подразделы этой предметной области. Мне кажется, это очень интересная и здравая идея. Следующее, на что бы я хотел обратить внимание, о том, что Корнап, секундочку, у меня тут скачет немножко, мне надо картинку сдвинуть, в этой работе близок к идее генетической или конструктивной теории, столь современной и интересной. Вот обращаю внимание, хотя этот один из абзацев, который я взял, на самом деле там таких вот как бы ходов у него несколько раз встречается. До сих пор основное внимание обращали на выделение и высказывание из эксиом, выведение, извиняюсь, вот, логический вывод, в то время как систематическое конструирование понятий до некоторой степени пренебрегали. И ссылка на известную мне хорошо статью, потому я поленился и ничего другого не стал искать, у Владимира Александровича Смирнова генетический метод построения научной теории старенькая статья, ну, таким способом она как бы ключевая, важная. При аксиоматическом методе область предметов, относительно которой строится теория, не берется за нечто исходное. За исходное берут некоторую систему высказывания, описывающих некоторую область объектов и систему логических действий над высказываниями теорий. При генетическом подходе отправляются как от исходного, от некоторых налично данных объектов и некоторой системы допустимых действий операций над объектами. Мне кажется, совпадение в данном случае существенное, при том, что Владимир Александрович Карнапа здесь не упоминал, ну, в общем-то, и не надо было, потому что эта работа все-таки не была такой основной, как тот же логико-философский трактат и так далее. Но в свое время она имела интерес к себе и повлияла на дальнейшие рассуждения. Ну и третье – это то, что мне кажется наиболее таким вот как бы интересным, хотя и критиковать тоже можно, потому что здесь, во-первых, некая дань моды. Ну, мода тоже уже немножко ушедшая по поводу формальных антологий, языков для описания антологий в информационно-технологическом плане, так называемых дискрипционных логик, их интерпретация как классических логик. Это все очень интересно, и, в общем-то, ну, пик, наверное, интереса к этому прошел. Но, тем не менее, вот не прошел интерес к обсуждению того, все-таки, каким образом информационно-технологическое понимание антологий как определенного рода технологии и философское понимание формальных, например, антологий в целом близки. Но у Карнапа в этом отношении как раз, мне кажется, можно о чем-то поговорить и позаимствовать. У меня, наверное, время уходит тоже, да? Да? Сильно уже уходит. Я тогда не буду цитировать Владимира Леонидовича Басикова, но он как раз об этом говорит, о том, что вот связь такого рода возможно. И есть, если посмотреть, вот очень близкие такие даже через обороты речи совпадения с идеями Карнапа. Я просто, чтобы эти совпадения подчеркнуть, обращу внимание на определения, которые можно встретить по поводу антологии в этом понимании. Ну, вот самая главная прижившаяся антология это явная специализация концептуализации. Здесь она у меня для смеха представлена. Хотя, значит, Томас Грюбер очень знаменитый, интересен. В общем-то, он со знанием дела это говорит. Но если расшифровывать, то мы можем найти вот такое стандартное из учебника буквально определение. Антология является общепринятой и общедоступной концептуализацией определенной области знаний, мира, среды, содержащая базис для моделирования этой области знаний, определяющие протоколы для взаимодействия между агентами, которые используют знания из этой области, и, наконец, включающие соглашение о представлении теоретических основ данной области знания. Совпадение некоторое с оборотами речи, которые мы встречаем у Карнапа, без лингвистического интереса, а просто смысловые характеристики, здесь очевидно. Я даже еще в качестве шутки такой, ну как же надо, в нормальном докладе или ненормальном докладе ссылки на Википедию не должны присутствовать. Но дело в том, что это основной источник для неспециалистов, и когда мы заглядываем и рассматриваем то, как определяется антология в информатике, в этом контексте мы тоже такого рода параллели встречаем. Конечно, надо учесть о том, что различия между антологиями, так называемыми доменными или локальными антологиями и антологиями верхнего уровня здесь нужно учитывать. И карнаповский подход, он в этом отношении совпадает, или, так скажем, коррелирует, не совпадает, коррелирует, некое соотносится с подходом, который, очевидно, вот сверху вниз, это тогда, когда формируются концептуальные антологии верхнего уровня. Я вот здесь их перечисляю. Они строятся таким образом, чтобы под эти антологии могли бы локальные доменные антологии быть подстраиваемы, ну и не тратились ресурсы на переработку этой антологии, тогда, когда возникают процедуры синтеза, верификации этих антологий, встраивания, ну это разные формы синтеза, да, то есть рядоположенные, когда рассматривают, или когда одна встраивается в другую. Для этого нужны вот эти концептуальные антологии верхнего уровня. Именно об этих характеристиках, в общем-то, и заявлял карнап. И самое последнее, что я скажу, что, конечно, отождествлять антологии верхнего уровня с конструируемой системой понятий не стоит, да, это большой вопрос, но с другой стороны, вот опыт критики такого рода концептуальных заявлений, которые мы видим у карнапа, они очень бы пригодились и для современного осмысления формальных антологий, особенно антологий верхнего уровня. Все, у меня все. Где-то у меня даже там спасибо было. Пожалуйста, если есть вопросы, я с удовольствием на них промолчу. Когда Карнап ведет речь об этих самых исходных понятиях, они у нас откуда? Они конструируются тоже, вот это хороший очень вопрос, потому что они конструируются, вот если говорить о формальных антологиях современных, то они будут конструироваться не по концептуальным соображениям, а скорее даже по практическим. То есть на каком-то уровне при работе с различного рода доменными антологиями мы восходим к каким-то понятиям, которые нам необходимы в качестве базовых для того, чтобы потом разные локальные доменные антологии, условно говоря, у медиков и геологов, мы могли бы каким-то образом связать. Но это я пофантазировал, то есть дай бог там еще в близких предметных областях это связывать. И это очень важно там, ну для разных вещей там и для естественной языковой обработки текста, и для семантических сетей, которые влияют на технологии поиска, хранения автоматического и анализа автоматического информации. Ну то есть когда запросы к большим данным делают, то чтобы умело это все находить, быстро и уже подготавливать, и как-то технически обрабатывать информацию, которая будет потом предлагаться человеку, это важно. Таким образом, вот эти вот предметы, они базовые, они возникают по прагматическим характеристикам. У карнат никогда, и это хорошо, он не фиксирует о том, что они должны быть изначально какими-то заданными, что они лежат в основании каких-то там представлений о мире и прочее. Вот это-то, я просто не стал это подробно делать, он вот это вот, когда отмежевывается от аристотелевской традиции, он вообще от этой греческой, то есть не надо мне там земля, воздух и прочее, то есть не надо первоэлементы искать. Они условные для разной работы и для разных предметных областей могут оказаться разными. Его волнует сама технология выстраивания этой иерархии. Он ее, мне кажется, эту задачу ставит, но не решает. Она не решена и до сих пор. Базовых вот этих антологий верхнего уровня, их несколько конкурирующих между собой, и они по разным принципам строятся. И в разных областях выгоднее то одни, то другие. И теперь как бы есть даже очевидный такой запрос и работа, когда специалист или там приглашенный специалист выполняет работу по сравнению различных фундаментальных антологий, на основании которых потом другие специалисты будут уже локально устроить. Вот у Карнапа было в этом отношении чутье, он не говорил о первоэлементах как будто определенно. Они просто могут быть при построении такой системы понятий. Ответил, да? Пожалуйста, если еще есть вопросы. Да, Алексей Геннадьевич, у меня вопрос такой немножко эгоистичный в том плане, что а вот кого почитать из российских авторов про эту тему можно? Ну, кроме Васюкова, например, про формальную антологию. Да, у Васюкова-то там, конечно, это вот взаимоотношение с философской тоже частью. Ну, у меня есть подборка литературы с этим связанная. Вот чуть-чуть даже там на слайдах было, вылетало. Я могу просто в частном порядке, если ты прямо вот вспомнишь еще раз, попросишь, я буквально там смотрю, 34 книги вот и русскоязычных, и нерусскоязычных, которые вот являются такими базовыми учебничками. Они просты и интересны сами по себе. Я так понял, именно по фундаментальным, да, антологиям, Павел, они наиболее интересны и наиболее близки как раз к пониманию вообще-то вот философского такого. Ну, я напишу. Потому что частные, доменные антологии это вот системы классификации, очень мощные, серьезные, специально организованные системы классификации, безусловно. Это тоже интересно, но это уже прагматика такая. Ну, все, наверное, да? Я передаю слово другому участнику и наиболее